Добрый день! И с вами сегодня наша программа «Шаги весны». Сегодня я с вами хочу поговорить о дорожках. Не удивляйтесь, дороги придумал человек для того, чтобы было удобно по ним ходить и ездить. Когда человек приходит в лес, он протаптывает себе дорожку для того, чтобы собирать грибы или ягоды. Даже у зверей есть дорожки, свои заветные, о которых мы порой не знаем. А знаете ли вы, есть ли дорожки у птиц? Субтитры создавал DimaTorzok С наступлением весны возвращаются к нам перелетные птицы. Порой им приходится лететь через моря и океаны, через горы и горные хребты. Как же они ориентируются в этом большом небесном пространстве? Многие ученые не раз задавались этим вопросом. Конечно, им помогает их природный инстинкт, который у них с рождения, а также магнитное поле Земли. Ведь вы, наверное, знаете, что Земля – это большой магнит, в котором линии магнитного поля тянутся между северным и южными полюсами. На протяжении многих веков люди всегда задумывались, куда же улетают птицы. Знаете ли вы, что совсем не так давно, каких-то 250-280 лет назад, люди даже не знали, что птицы бывают перелетными? Например, один шведский ученый, естествоиспытатель Карл Линей, наблюдая за ласточками, сделал вот такой вывод. Однажды он сказал, что ласточки живут в европейской части Земли, строят свои гнезда, выводят птенцов, а на зиму, представляете, на зиму, они ныряют глубоко под воду и там проводят всю зиму. С наступлением весны они выныривают и снова летают и выводят птенцов. Сейчас, конечно, мы с вами смеемся и улыбаемся над его высказыванием. А ведь он был великим биологом и очень многое сделал для биологии. Когда вы будете учиться в школе, вы о нем еще не раз услышите. Карл Линей разработал систему классификации видов растений и животных, а вот с птицами у него как-то не получилось, ну, не задалось. А ведь на самом деле ласточки самые настоящие труженицы и не боятся больших перелетов. Они летят на очень большие расстояния и зимы проводят в Южной и Восточной Африке. Многие птицы летают на более дальние расстояния, чем ласточки. А вот, например, синицы далеко не улетают. Им достаточно всего лишь пролететь небольшое расстояние в поисках еды. Их называют кочевниками. А в последнее время орнитологи стали замечать, что эти птицы и в осень никуда не улетают. Летом они живут в наших лесах и там добывают себе еду. А вот с наступлением холодов все чаще и чаще их можно увидеть в городе. А теперь, внимание, вопрос. Я не случайно взяла с собой игрушку, которая называется филе. Как вы думаете, а эта птица перелетная или нет? Жду ваши ответы и с нетерпением новых встреч. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok